здравствуйте дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube боже мой сегодня такое счастье выпало рассказать вам про пиона еще показатель а еще новые сорта а еще новые гибриды и кто когда цветет и сколько вам радости принесет этот цветущий куст среди тех которые стоят на моем столике конечно многим знакомы да эти пионы ну начнем вот фестива максима посмотрите белоснежный и у него венок такой с бордовыми с бордовым крапом так это называется у профессионалов вот в этом году пришедшие пионы конечно отпад с истерикой как я люблю говорить 1 2 3 4 4 только видим их почки здесь 5 6 7 ну потрясающее корневище просто фестива максима он уже пион в наших садах примерно ну лет семь это как минимум следующий конечно красавчик которых свет увидел недавно это пион белый желтой середины желтой понимаете никакого там оттеночка а просто желтоглазый у него раз два три 4 5 ну тоже более чем достаточно до 7 на деленке почек замещения причем они такие все толстые прям вот хочется уже заняться этим пионом достаточно редкий пион травянистый среди пионов древовидных желтый цвет существует среди пионов и то гибрид между древовидными и травянистыми там масса желтых оттенков но только цены там вот такие этот будет стоить как обычный травянистый пион следующий красавец это это классика уже карл розенфельд карл розенфельд он такой знаете не просто красный он все-таки светлого малинового оттенка но он рано цветущий обратите внимание все пришли одинаково одинаково срезаны одинаково упакованы земля влажноватая даже на ощупь но он-то дал отростки видите какие значит карл зацветет у нас раньше чем все поэтому очень рекомендую для тех у кого пионы посажены немного но цветущие такие пятна в саду будут и в июне в конце июня он будет цвести и в начале мая то есть все зависит от его сроков цветения я бы так сказала значит а ну красавец которому надо отдать предпочтение и цвет у его совершенно необыкновенный это коралл чарм ну шарм я бы сказала он цветом какой коралловый совершенно верно он не красный он не розовый он именно коралловый представляете да какого цвета он как огонь среди пионов и среди листвы которые в саду там он где там где он посажен будет все время это место светится когда он будет цвести ну и конечно вот этот вот последний представитель называется бакайбель бакайбель это скорее всего из японской серии потому что он в общем-то полумахровый видите да два ряда лепестков но какие у него видоизмененные тычинки это не просто обычные тычинки которым мы привыкли они видоизменены и похожи на длинные такие лепестки и они желтого цвета таких пионов конечно еще не очень много в наших садах но я бы хотела чтобы было очень много а сейчас мы с вами выйдем из темы красоты и зайдем в тему что делать сейчас с этими коробочками если купленные розы с маленькими побегами можно отправить лежа в холодильник до замотав их в газету и проткнув там дырочку чтобы воздух туда сюда ходил если флокса еще как-то можно подержать там несколько дней пока вы найдете длинную коробку их подсадить вот с пионами такой номер не пройдет какой бы я из них не взяла везде проснувшиеся почки и очень было бы важно если вы понимали что посмотрите красавец если вы понимали бы что у пиона вот здесь вот внизу находится очень плотная такое я бы сказала пробковая корневище правда у него нету коричневых корешков но это и не важно у пиона сильное образование корневой системы происходит либо рано весной либо в конце августа до середины сентября и наша задача сейчас не держать его в этом пакете да как бы вы не обжимали чтобы вы там не придумывали все-таки корневая система должна развиваться сразу вы же проходили уже этот урок да вы взяли пиончик купили в коробочке поставили но в холодильник ну там на балкон холодный и стоит он бедняга а почва не прилегает плотно там торф он не может вот прилегать вот так вот это вам не посадка в лунку нужно приготовить горшок обязательно так чтобы по длине он на два пальца как бы показать правильно на два пальца вот так был выше этих ростков самое время сейчас все-таки присадить их в горшки коли вы их купили и обязательно перед посадкой обработайте пожалуйста вот это вот вот эту толстушку его корневище посмотрите какое оно мощное хорошее и тут тоже почки проснулись на нем обработать надо корни образователями это может быть гетероауксин это корневин это укоренитель без разницы как они называются там одно и то же действующее вещество вы должны слегка опрыснуть водой потом опудрить если это в виде пудры размолоть таблеточку гетероауксина если у вас таблетки и все это присыпать дайте немножко подсохнуть и посадите в горшок и конечно же он начнет расти и конечно же это будет красота он вырастет у вас дома уже сантиметров на 35-40 и это очень хорошо а вы же до посадили с этим сухим корневищем у вас вот такой побег вылез вот такой как пальчик и три года простоял это ваша ошибка что он не был сразу посажен в горшочек запомнили а то что делать с ним дальше это в следующих программах но на этом я закончу а то у меня просто надо заклеить рот и всего доброго и пока